Это вот было прям совсем, что называется, ничего знать не надо, надо только уметь делить нужный исход на все, больше ничего. Чтобы посмотреть еще примеры, такие интересные и полезные для жизни, надо вспомнить и узнать две полезных формулы, которые очень и срочно выводятся, и которые нам позволят еще примеры, чем посмотреть просто, но очень важные. Формула полная вероятность, и формула вайс, и формула вайс. Про что речь? Чтобы это сформулировать, нам потребуется вот такое замечание, которое мы можем узнать. Вот у меня есть все исходы, это амера. Вот есть событие А, которым я интересуюсь. И пусть мне теперь сообщили, что произошло событие В. И это достоверная информация, я теперь знаю, что имеют местные исходы только из В. Вот раньше, и пусть все исходы равновозможны. Вот раньше, чтобы посчитать вероятность А, я что должен был делать? Взять число элементов 2, давайте обозначим 0 и 2, выделить это число элементов всех. Это утрава возможна, так мы с вами сейчас сделали во всех задачах. Возьмите то, что нужно, количество выделить на число всех. Но теперь мне сообщили, что имеют местные исходы не все, а только какие из В. Как мне тогда надо действовать? Вроде бы точно так же, но теперь исходить не из Омега, а из В. То есть, вот теперь мне надо взять только те исходы, которые А и В, и разделить на исходы, которые в В. То есть, все исходы, это теперь все исходы из В, а те, которые не нужны, это те, которые в А и в В одновременно. Вот это выражение называется условная вероятность. Вероятность события при условии, что произошло событие В. Это можно переписать, если я теперь эту тропь поделю и числитель и знаменатель на количество всех элементов, то у меня в числителе появится вероятность пересечения, в знаменателе вероятность В. И тем самым, вот уже такое вполне себе строгое определение, когда мы пишем вот так, мы просто по определению считаем, что это отношение. И это уже для любых, там не обязательно равновероятных. Да, это для любых, но это, конечно, для любых, это, в общем, с этим надо смириться, потому что, почему именно так надо масштабировать исходы, ведь фактически, смотрите, что происходит. Все исходы, которые не имеют места, они обнуляются, их вероятности обнуляются. А те исходы, которые входят в события В, их вероятности должны возрасти. Но вот возрастание происходит как бы так и равномерно. То есть они все увеличивают свои веса в одно и то же число раз. Этому тоже можно объяснение найти. Почему? Потому что между собой для них ничего не изменилось. Те, которые встречались чаще, они должны встречаться чаще. Те, которые встречались аеже, должны встречаться аеже. Вот это принимается за определение. То есть теперь, что такое формула, которую я здесь написал. Значит, формула полной вероятности, это очень незадегиваемое наблюдение, что если, вот у меня пространство всех исходов, там множество омега, и допустим, я его разделил на непересекающиеся события. Знаете, мы для простоты, не будем говорить, в общем ли я сделаем, вот на два, это выше, выше. На два события. А1 и А2. То есть все исходы у меня бывают двух видов. А теперь меня спрашивают, посчитай вероятность какого-то события А. Как мне это можно сделать? Мне можно посчитать отдельный кусочек здесь, отдельный кусочек здесь, и по правилам суммы сложить. Значит, можно что написать? Вероятность А это вероятность А пересеченного с А1 плюс вероятность А пересеченная со 2. Ну это понятно. Чисто если это просто число исходов, которые мне нужны, то, естественно, я могу посчитать число исходов, там, посчитать число исходов с этой одной группой исходов плюс число этих из А сойти второй круг. Теперь, если я посмотрю на это равенство, которое здесь, то видно, что я умею выражать вероятность пересечения через условную вероятность и вероятность условия. Как что, как будет выражаться числитель? Надо будет умножить, разнометать. И получится вот это, собственно, и называется формула полной вероятности. Вероятность А плюс условия А1 на вероятность А1 плюс вероятность А плюс условия А2 на вероятность А2. Значит, вот это равенство, в общем, можно считать, что оба эти равенства, вот от нынешнего кусочка. Называется формула полной вероятности. На самом деле это очень глубокая вещь. Очень глубокая вещь. Потому что в жизни на практике обычно вы знаете именно вот эти объекты условной вероятности. Вы знаете вероятности каких-то кусков больших, вот этих А1, А2. И умеете вычислять вероятности при условии, что произошло А1 или произошло А2. А эта формула фактически обучает вас, как собирать настоящие вероятности с формулой. И если задуматься, то можно даже понять, что это действительно очень классно согласовано. Это действительно окажется вероятностью. Это будет та вероятность, по которой вот эти числа окажутся условными вероятностью и так далее. Но для нас с вами наимный взгляд, что можно вот так искать вероятность. Спасибо. Спасибо.